Спорт высших достижений Спорт высших достижений Спорт высших достижения медаль у вас сохраняется у всех родственников в разных городах Приморского края? Ну, вообще, да, можно так сказать. А тренеру своему вы медали дарите? Обязательно. После каждого соревнования, особенно крупного, там, чемпионат мира, Европы, там, Сурд-Олимпийские игры. Всегда дарю ему и дарь, как бы, благодарность. А есть какая-нибудь цель, может быть, по количеству медалей? Например, я там к такому-то году планирую завоевать тысячу медалей. Нет, у меня такой цели нету. У меня есть всегда цель на соревнованиях завоевать как можно больше золотых. Там, именно в количестве за один сезон. А именно в количестве за всю жизнь я к такому никогда не стремился. Я помню, раньше с детишками были, встречались в бассейне, сколько медалей? Там, 100, там, у тебя сколько? 150. Ну, тогда было интересно. Сейчас уже время не то. Ну, в вашей копилке все-таки больше золотых, серебряных или бронзовых медалей? Ну, вообще, больше золотых. Я помню, если тот чемодан вспомнить, как бы, у меня там связка с резинкой все-таки вкручено, я поднимаю, у меня аж рука уже уставала. Так что больше золотых, потом вторые и третьи места. Расскажите, с чего все для вас начиналось? Когда вы научились плавать и когда из простого влечения это переросло в профессию? Ну, все начиналось в большом камне. У меня есть старшая сестра, Полина Аботина. Вот, она старше меня на 4 года. Ее родители отправили в бассейн, ну, и она ходила, ходила, а я, как бы, ничем не занимался. Смотрел на нее, как она выступала на соревнованиях. Ну, и я, как все детишки, любил летом купаться в море. Ну, вот, летний сезон заканчивает, я такой думаю, зачем мне ждать целый год, если я могу пойти в бассейн, где мы сестра плавать. Ну, подошел к маме, сказал свое желание, как бы, поплавать. Она говорит, хорошо. Я походил где-то месяца два, я говорю, я, честно, не хочу тренироваться, как бы, я просто похожу, покупаю целый год, вот, мне будет хорошо. Мама говорит, нет, ты будешь работать. И вот, с этого момента, получается, года два я плавал у моего первого тренера Светланы Дмитриевны, а потом мой второй тренер, это, получается, первый по второй класс, а второго по десятый у Валерия Ивановича Коробейникова. Вот он мне дал начальный опыт, как это плавать надо. И потом, в десятом классе мы поехали в Арсеньевск на соревнования. Там нас увидела тренер Елена Евгеньевна, перепелица, которая здесь, в Владивостоке. Ну, тогда это было достаточно смешно, так, со стороны, как бы, завела нас в кабинку, там начала технику показывать, как все это делать. Ну, если вспоминать, то сразу улыбка. Вот она сказала, ну, соревнования прошли, и парковник говорит, мы хотим вас забрать в город. Я говорю, хорошо. А, это было даже в девятом классе, потому что, я помню, родители с тренерами не очень контактили, как бы не хотели в десятый класс меня в город отпускать, потому что негде учиться и тем более негде жить. Вот, целый год мы потерпели, еще раз на соревнования съездили, потом, как родители вроде успокоились, мои, и начали хорошо общаться с тренерами. В начале одиннадцатого я переехал в Владивосток, поступил в училище Олимпийского резерва, которое на молодежный, и ходил в тридцать восьмую школу, там, три минуты эти. Одиннадцатый класс, а тогда еще, я не знал, что есть соревнования среди глухих, как бы. Я спокойно ездил на чемпионат России, ну, самый лучший результат это было шестнадцатое место. Потом я к Ленингене подошел и говорю, так-то, так-то, может, как бы узнать, есть соревнования, может быть. Я не один все-таки, наверное, на земле человек, который со слухом плавает. Она говорит, ну, хорошо, давай попробуем. И вот целый год пробивалась, там, искала телефоны, контакты, и в начале первого курса, когда я поступил в ДФУ, я полетел в Зеленоград, на мой самый первый чемпионат России. Ну, и все там, замечательно выступил. И с тех пор понеслась. То есть, получается, вы тренируетесь здесь, во Владивостоке? Сейчас, да. А скажите, чем отличаются соревнования для спортсменов с нарушением слуха для соревнования, для, ну, от обычных соревнований? То есть, может быть, там какие-то нормативы изменены или нет? Ну, если смотреть в плане нормативов, то они порядком ниже. И уровень спортсменов как бы тоже порядком ниже, чем у здоровых. Но главная черта это они же не услышат, и тем более звуковой сигнал на старте тоже не услышат. И придумали, как бы, вот иногда бывает, как бы, светофор стоит зеленый, оранжевый, красный, как бы, постепенно. Стали на тумбочку, прыгнули, на некоторых соревнованиях бывает длинная линия, просто все, все распышка. Стали на тумбочку, вспышка моргнула, и все прибыли. Вот так. А как вы попали в сборную России? Ну, опять же, тот самый Зеленоград на первом курсе, приехали, на меня так смотрели, думали, что это парень такой, как бы, новый, не знаю никого. Ну, потом постепенно познакомился. Вот, показал это, хорошие результаты, и мне сказали, как бы, ты, ну, слабослышащий, но ты спокойно разговариваешь, у нас таких людей нету, мы тебе не верим, что ты вообще с аппаратом ходишь, давай на комиссию езжай. А там, отличительная комиссия, она, ну, другая, в Москве, допустим, здесь в Владивостоке, я надеваю наушники и сижу с джойстиком, звук услышал, кнопочку нажал, а там в Москве, там все по-другому, там никак не обманешь, аппаратуру, технику. Вот я сел в кресло, на меня надели шлем, я ничего не слышал, но как-то все это происходило. Потом показали аудиограмму, то, что вы действительно проходите, и у вас все хорошо. И я тогда при себя подумал, слава Богу, теперь я буду уже по-настоящему работать. Все подошли, главному тренеру показали, нам сказали, вы можете все, ну, участвуй, добро пожаловать в сборную России. И вот так в первый чемпионат России я уже в сборную попал. То есть, получается, сколько лет вы выступаете уже в сборной России? Ну, если считать первого курса, то уже шестой год. Вы принимали участие во многих соревнованиях в разных странах мира. Есть ли соревнования, которые запомнились вам больше всего? наверно, наверное, все-таки с футболимпийские игры. По масштабности, ну, это как олимпийские игры, допустим, раз в четыре года, 2012, 2016, 2020, но у нас идет на год позже. Я не знаю, почему, как бы, но я читал информацию, ну, грубо сказать, глухие, считаю себя отдельными как-то людьми паралимпийцев и олимпийцев. И вот у нас было в 2013 году трудолимпиаду в Болгарии в Софии. Насколько мне известно, города не могли выбрать, какой город будет проводить соревнования. И София в последний момент взяла на себя ответственно провести. Они буквально там за полгода подготовились. Ну, допустим, как мне рассказывали, в 2009 году в Тайбе там шикарная церемония, открытие, как бы, гостиницы красивые, там питание. То в Софии такого не было, как бы. Ну, мне жалуются. Пришли в бассейн, ну, бассейн такой староватый был. Ко мне тренер подходит, я просто стою в бассейн глядываю, тренер подходит, говорит, главное не обращай внимания, вот мы пришли сюда работать, от работы мы спокойно уедем. Я говорю, ну, хорошо. И меня сразу отпустило. Вот самый запоминающийся старт, это на этих соревнованиях же. Это двести вольный стиль. Потому что я самый первый, кто из сборной России в первый же день, начиная с самой первой дистанции. И от меня, как бы, ждали хорошего начала. Ну, там были соперники, про которых я раньше знал в интернете. Там читал информацию, добивался. Сколько они плавают, как они плавают. Меня, в принципе, выиграть, как бы, не предоставало возможности. Ну, тут получается так, что я выигрываю, как бы, тут я ничего не понимаю, что происходит, вылезаю, тренер проходит, поздравляют, я говорю, а с чем? Ну, ты первый стал в игру, я не верю. Ну, прям до сих пор еще не доходит. А скажите, какой стиль плавания вам больше нравится? Ну, когда я плавал в большом камне, то баттерфляй и вольный стиль, вольный стиль у меня основной, а когда я переехал в город, у меня стало комплексное плавание. Ну, комплексное плавание это все четыре вида подряд в одной дистанции. Дельфин, спиран, брат и кроль. Ваш тренер, это заслуженный тренер России Дмитрий Перепелица. Как вы с ним познакомились? Расскажите. Да, мы с ним-то лично и не знакомились, так, здрасте, как бы я, Виталий. Просто я, когда переехал в город, это Елена Евгеньевна, получается, это жена Дмитрия Перепелица. Вот, первая тренировка, я зашел в бассейн, вижу, ну, мужчина здоровый стоит, как бы, я его, я его даже раньше не видел. Зашел в бассейн, на Елену Евгеньевну смотрю, как бы, жду, все, мы размяли, сейчас уже надо это, воду прыгать. А она, задание не говорить, говорит какой-то мужчина, я только что-то не понял, как бы, ну, ладно, по поводу того, что он сказал. и потом, со временем, понял то, что он проводит тренировки, как бы, и на самом деле, это была даже не его работа, то, что он не работает тренером, а просто увлечение. Он приходит в бассейн и тренирует. И вот это в 11 классе мы как-то более-менее с ним связались, просто я приходил на тренировки, плавал в задание, и когда я первый чемпионат России, вот, собрались уже ехать, тренерша ко мне проходит, говорит, ты полетишь, Дмитрий Валерьевич, я говорю, как, я же его не знаю, я реально боюсь с ним ехать. А говорит, да, нормально с ним подружишься. Все, первые соревнования слетали, замечательно подружились, как бы, честно сказать, он мне как второй отец, там, забота зашкаливает, там, большое спасибо тренеру. Он все-таки строгий и требовательный или добрый и понимающий? Он добрый и понимающий. Как бы, если что-то меня тревожит, я могу спокойно подойти, как бы сказать, спокойно выслушать. Если у меня, допустим, что-то не получается, так же подошел, рассказал, там, вместе найдем причину, почему не получается. Ну, общительный человек, к которому, вот, я сам тянусь, подойти, как бы, и поговорить. Нет такого, то, что я обиделся, там, не хочу с ним разговаривать, он мне надоел. Вот. Душа. Ну, то есть, нет такого, что он кричит на вас, вот вы там что-то делаете не так. Нет, такое, есть, но это редко, и случается, в большей части, по моей глупости, как бы, допустим, не так задание, начинаю выполнять, а задание нужно строго, определенно выполнять, как он сказал, то уже начинаются крики, а я-то без аппарата слухового не слышу, ему надо докричать, но я-то вижу, что он кричит, а тем более, по губам считать умею. Я говорю, зачем вы кричите, я и так хорошо слышу. Ну, как-то так. Как проходят ваши тренировки, как часто вы тренируетесь? Ну, вот как к чемпионату мира прилетели, вообще-то у меня две тренировки в день. Вот прилетели к чемпионату мира, мне тренер сказал, как бы, отдыхаю, но в меру, как бы. Я решил две недели отдохнуть. Бывает такое, то, что мы летом прилетаем, на конце июня, у меня вообще два месяца отдыха, как бы делать нечего. Ну, я стараюсь там утром пробежаться, хотя бы летом чем-то себе занять. Вот с этого понедельника, буквально с этой недели, каждый день по две тренировки, утром два часа, вечером два часа вода и один час в зал. Утром, ну, вообще, когда мы на сборы выезжаем, у нас две тренировки, это обязательно, как это не оговаривается. Утром шесть километров и вечером шесть километров плаваем. Не, как обычно говорят все там, постоянно, Виталий, еще два часа прыгнул в воду и вот так плаваешь. Я говорю, да нет, как бы, задание шесть километров. Ну, ну, понятно. Как справляетесь с таким, ну, довольно напряженным режимом? А к этому привыкаю это постепенно. Я, допустим, не мог понять, один из там клавишек. Я вот, в общем, в Большом Камне, когда был, вот утром школа, вечером тренировка. Вот прям, полезно у меня это вошло. Чтобы вторая тренировка была, да, ну, никогда в жизни. Вот в одиннадцатом классе, когда в школе учился, а школа-то с осень утра начинается, а у нас тренировки с теми утра. То есть, я вообще никак-нибудь не успевал. Мы нашли два дня, это я помню, среда и пятница была, чтобы ходить два раза, утром и вечером. Ну, я пропускал, как бы, тренер на меня, сначала говорил, сначала подходил, мягко говорил, там, почему пропускаешь. Потом я еще раз пропускал, уже начал, как бы это, немножко на, ну, давито. Потом уже начал орать, ты чего пропускаешь, я говорю, да я не хочу ходить. Кто вообще утром придумал на тренировки ходить? Ну, потом как-то постепенно все это стянулось, как бы, я уже прям четко знаю, то, что две тренировки надо обязательно посещать. Одна бьет, другой, как бы, ну, не существует. Как у меня рассказывал, вот я один кирпичик, второй, и все постепенно вкладывается, вот и есть результат. А режим питания у вас тоже какой-то особенный? Ну, на самом деле, допустим, многие спрашивают, есть ли у меня диета, и диеты у меня нет вообще. Я еде себе не ограничиваю. Допустим, когда приезжаю на сборы, вот этим летом мы были на сборах, у нас был открытый бассейн. Все сборы были в открытом бассейне, и чемпионат мира тоже в открытом бассейне. А если открытый бассейн, то это, естественно, жара. Когда я попадаю под жару, я начинаю моментально быстро худеть. Сколько бы я не ел, я все худею и худею. Ну, вот стараюсь, как бы, молочное больше кушать. И в то время я кушал, как бы, протеин. Что получилось, набрал мышечную массу, а жару никак набрать не могу. Так что, я тренера спрашиваю, можно мне сладкого? Он говорит, да ешь сколько хочешь, прямо сколько, блин. Я говорю, ну, хорошо, что вы сами сказали. Везет вам, едите сладкое, не толстеете. Не каждому такое удается. Еще раз. Вы едите сладкое, не толстеете. Вам повезло. Ну, как, на самом деле, когда я худой, я наоборот мечтаю потолстеть. Ну, потому что жаровой массы нету, и нету энергии. Я, допустим, вечером оттренировался, устал, как бы, утром проснулся, а сил нету. Ну, что делать, в зеркало смотрю, я вот такой худой, как бы. Ну, бывает, два раза в неделю я приезжаю домой, нет, сначала заеду в магазин, куплю торт, и поставлю на стол. Не хочется вообще брать ножик, только разрезать его, просто беру столовую ложку, начинаю прям так с чаем есть. Они толстые, фантастика. То есть вы можете съесть целый торт за один раз? Ну, максимум половину, как бы. И мне будет вообще хорошо. Счастливый вы человек. Ну, да. А где вы тренируетесь во Владивостоке? Ну, сначала мы тренировались в Олимпийце, до тех пор, пока не построили кампус на русском, и там, там же два бассейна есть, а когда мы тренировались в Олимпийце, там ДВФУ нам оплачивало дорожки. А вот сейчас построили на кампусе два бассейна, ДВФУ, естественно, зачем оплачивают Олимпийц, если есть там. Вот мы сейчас последние три, последние два года плаваем в Олимпийце, вот это, на русском бассейне, 25-метровом бассейне. Ну, поначалу, первый раз, когда зашел в этот бассейн, думаю, что мне очень хочется сюда. Потом как-то втянулось, даже на просто радость и забегаю туда. Но у нас получается самый большой бассейн в Олимпийце, да, на 50 метров? Ну, есть еще на Молодежном, там, институт, я не помню, как чисто называется. По-моему, их два бассейна у нас в городе. Ну, как вы думаете, у нас есть условия в Приморском крае для тренировок, пловцов? Или все-таки нужно строить какие-то, может быть, новые спортивные комплексы? Ну, условия, конечно, есть. Когда я с Олимпиаду, допустим, приехал, то вы, наверное, помните, когда была эстафета паралимпийского дня, все бежали, вот эти синее плакаты были на баннерах. И когда я приехал, получается, мне сказали, вот там будет ремонт бассейна, как бы, программа губернатора, насколько я знаю, улучшение спортивных условий для спортсменов, как бы. Его сколько там, по-моему, полгода делали. я пришел, ну, красивый бассейн, как бы, новое покрытие на дне, там, на бортиках, там, просто преобразился. Так что я сразу понял, как бы, спортсмены из других городов реально могут приезжать, как бы, с нами тренироваться. Зал есть, бассейн есть, как бы, больше ничего не надо. Вообще, как вы считаете, реально ли в Приморском крае вырастить чемпионов? Ну, вообще, как бы, да, все зависит от желания. Есть один чемпион, его все Приморье знают, Олег Тихобрас, но сейчас, по-моему, в Питере или Москве находится. Буквально в течение года на чемпионате России, по-моему, ой, на чемпионате мира весной, по-моему, по-короткому деле, зимой, точно не помню, выиграл чемпионат мира в эстафетном плавании. Незаслуженного мастера спорта ему вручили. А, еще есть девушка, Оля Детенев, чемпионка мира по юниорам, мастер спорта международного класса. Как бы, есть желание, ну, пожалуйста, тренируйтесь. Как бы, детям нужно внушать то, что спорт, это хорошо. Как бы, тем более, это поощряется. Я с Олимпиады приехал, как бы, премия была получена. То, что это не просто так. Чтобы люди, ну, как бы, дети спортсмены знали, ради чего они это делают. Многие спортсмены уезжают из Приморья в другие регионы. Вот, вы не собираетесь уезжать? Сейчас нет, потому что мне здесь нравится, ну, нравится спокойно, как бы, тренировка, дом, как бы, все хорошо. Раньше было, да, уезжали в Хабаровск, хорошие тренера, там, мы там обязательно, кажется, будем хорошо плавать. Но сейчас приоритеты поменялись, потому что у нас в Астров Русский построился, и у нас очень ценится диплом. Как говорят, ну, это слухи ходят, как бы, то, что лучше, чем в Хабаровской. И, сейчас, народ из Хабаров, на наборах, у нас только хлынул, у нас даже немножко и места в бассейне не хватает. Ну, ничего, терпим. Получается, вы тренируетесь, у вас индивидуальные, да, тренировки? Нет. Ну, получилось так, что на самых моих первых сборах, когда тренер со мной вместе прилетел, с другими тренерами познакомился, понял, что они хотят от спортсменов, и он понял, что хочет от меня. Создал специальную программу тренировок, постепенно, как бы, записывал тетрадку, там, все это изучал, как бы, что-то временное там исправлял. И зачем мне, ну, меня тренировать одного, если я плаваю, как бы, группой, это мне, естественно, отдельную дорожку надо, это неудобно. И мы все, вот, выполняем одно задание, которое он говорит, как бы, это всем помогает, все потом сразу плыть начинают. У нас нет таких индивидуальных людей, кому вот, вы плывете это, а вы это, как бы, все, у нас прям вплоченная команда. Вместе выполняем, вместе плачем, радуемся. Но это вы про сборную говорите, а во Владивостоке я про Владивосток говорил, ну, и про сборную тоже. Ну, у нас сборная делится на две части, от Москва и регион, регион, это там, Приморье, Саратов, как бы, область. и получается, в течение года пара спортсменов не отобралась, естественно, они не едут и с ними не едет тренеры. И вот на этих сборах, получается, один тренер не приехал, как бы, самый старший, самый главный, ну, и мой тренер говорит, ну, что, давайте я буду тренировать. Так шикарно получилось, как бы, те, кто, допустим, до сборов не тренировали, вообще отлично на мире выступили. Всего два месяца, даже полтора, полтора месяца поплавали и результаты уже. Девочка с нами, она без тренера поехала, ну, я не знаю, почему. Мирова рекорд поставила, хотя, говорит, до сборов просто один раз, один раз в день утром ходила на тренировки и все. И парень, как бы, говорит, я до сборов вообще не плавал. Я на него смотрю, он у зеркала стоит, у него там пузо такое. Я говорю, ты чем занимался? Да я на даче работал. Ну, ничего, выиграл дистанцию, как бы, старается держать маршрус. А во Владивостоке вы тренируетесь с другими студентами ДВФУ или с кем? Можете рассказать? Со студентами ДВФУ есть желающие, которые, ну, хотят у моего тренера тренироваться, они учатся в школе, даже школьники и приезжают на русский и вечером с нами плавают. Как бы, есть желание, они приезжают. То есть, я вот могу прийти к вашему тренеру и сказать, я хочу тренироваться, я буду тренироваться с чемпионом в одном бассейне. Ну, он, конечно, вас не пустит. Хая досада. Ну, потому что мы будем там быстро плавать, а вам-то еще надо технику поставить. Ну, когда-нибудь это может случиться. так я буду ждать. Хорошо. Значит, я завтра запишусь. Какой момент на соревнованиях для вас самый волнительный? Ну, выход перед стартом. Всегда есть, как бы, трибуны, потом место формирования заплыва, где сходятся все участники, стоит человек с листом и стеряет, кто пришел, а кто нет. И вот на месте формирования заплыва как бы я сижу и думаю, о чем думаю. Ну, всякие мысли иногда страшные приходят. Я больше, я думаю, как бы, если, допустим, дистанция действия комплексное плавание, она идет всего две минуты. Я вот думаю, всего через пять минут я буду точно знать свой результат. Через пять минут все закончится, я уже буду отдыхать, как бы, все будет нормально. На других спортсменов смотрю, там, вообще, некоторые очень сильно нервничают. Ну, стараюсь просто ровно дышать, чтобы успокоиться. Очень часто помогает. Мы заметили, да, по количеству ваших золотых медалей, что вам это помогает. Ну, да, ну, главное не перегореть. Бывает, перегорел, адреналин пропал, прыгнул в воду и сил уже нету, как бы. Ну, это ошибки у всех бывают, как бы. На старт нужно выходить с радостью. Все соревнования, это праздник, как бы. Мы встречаемся с соперниками, соперники это друзья, нет такого, что соперники это враги, как бы, мы вас не любим, убьем, обгоним. Мы выходим на старт со свежей головой, как бы, получаем вот этого удовольствие. Мой тренер всегда говорит, от жизни нужно получать удовольствие и в бассейны. Пришел на тренировку, отплавал в кайф, как бы. Не надо там через силу тренироваться. Умер, вечером уехал домой, как бы, там на диван упал и все. Пришел, оттренировался, удовольствие получил, уехал. И в бассейны, соревнования то же самое. Встал на дорожку, проплыл, приплыл, поулыбался, порадовался и ушел. Есть ли у вас какие-то спортивные приметы? Нет. Нет? Вот как, знаете, бывает на экзамене монетку положишь себе в ботинок, что-нибудь такое, нет? Ну, бывает просто напоминалка в телефоне, напишу, я лучший. Я постоянно вижу, и все знают, там, я выиграл, а так больше никаких нет. Ну, говорят, то, что пласты очень неприметливые, это слово я забыл. Постоянно, кто малину один раз ел, там, и все, его поперло, и потом уже килограмм малину начинает, и это не помогает. Ну, слава богу, я таким не страдаю. То есть, для вас лучшая мотивация, это фраза, я лучший в телефоне. Это секрет? вообще, да. Ваш успех. Хорошо, будем знать, о чем вы занимаетесь помимо спорта в свободное время? Ну, вообще, гуляю, общаюсь с друзьями, но я хочу найти второе увлечение. Я раньше фотографировал, как бы, но через какое-то время мне это надоело. Ходил фотоаппаратом, как бы, потом я много чем занимался. Ну, как бы, то, к чему душа придет, как бы, я такого еще найти не могу. То есть, это не фотография? Нет. А что вы фотографировали? Ну, людей, природу, может быть, не знаю. Природу просто выходил, как-то прогуливался, там, макрофотографии, там, допустим, моменты жизни, которые просто вот не увидишь, а как-то я раз увидел, ну, и взял, фотографировал. бывало, даже со времен школы я отправлял на конкурс, который здесь в Владивостоке проходил, ну, победы не было, даже в руки не попадал. Ну, главное, участие, как бы, учился, ну, недолго это было. А правда ли, что у спортсменов довольно жесткий распорядок? Нам Иван Штыль рассказывал, что ему каждые два часа нужно докладывать о том, где он находится. У вас не так? Ну, если на сборах, у нас не так, как бы, если, допустим, мы хотим куда-то уехать из базы, на которой мы тренируемся, мы должны обязательно сообщить тренеру. Как бы, тренер придет номер, а меня нет, что делать? Естественно, паника. А если на сборах мы еще и за границей, и телефон не ловит, то вообще можно в голову потерять. Как-то мы постоянно сообщаем, а здесь в Владивостоке такого нет. А любите ли вы плавать в море? И плаваете ли у нас во Владивостоке, может быть, где-нибудь? Я не плаваю в море, потому что, ну, не хочу. Допустим, приезжаю с родителями и с родственниками, то вот мама любит это делать, говорит, ну, покажи родственникам, как ты плавать умеешь. Я говорю, мам, дай мне просто покупать, дай мне отдохнуть. Ну, Виталий, ну, пожалуйста. Ну, и приходится показывать, как бы, там, без аплодисментов никак. Я говорю, да, спасибо, что я просто вам показал, как я плаваю. Но вообще в море и в бассейне, понятно, вода разная. Вот в море каким стилем лучше плавать? Дайте совет обывателям. Довольным стилем. Мы даже как-то было, вообще идеально, когда мы на сборах находимся, идеально тренироваться, как бы, каждый день, без дня отдыха. Допустим, у нас в субботу одна тренировка весь день отдыхаем, потом, мы как-то давно это поняли, тренер ко мне подошел, говорит, что ты будешь в окресенье отдыхать весь день, как бы, может, ты лучше утром пойдешь, когда пробежишься, там, чем-то еще позанимаешься, там, ну, гантелями, там, подтягиваешься. Я говорю, ну, хорошо. И вот на этих сборах мы были в Евпатории, я с одним парнем, очень хорошо дружим, как бы, со сборной. Мы вместе в комнате жили, я говорю, что завтра делать будешь? Он говорит, ну, ну, погнали, утром побегаем. Мы, получается, утром пробежались и обратно еще приплыли, до Кулима убежали. И вот так мы стараемся каждый сбор делать уже в течение двух лет. И когда в понедельник приходим на тренировки, прям, легко плывется. А потом, в воскресенье отдохнем, все забьется, как бы, все остынет, и потом ничего делать не можем. Если бы не плавание, чем бы вы занимались? Например, кем вы в детстве мечтали стать? Может быть, космонавтом или шофером? Летчиком. Летчиком? Ну, я не знаю, чем бы я занимался. Я много раз задавался этим вопросом, но кроме как без плавания, я себя вообще ником не вижу. Есть ли у вас спортивные кумиры, те, на кого вы равняетесь? Ну, всем известный, это Майкл Феллбс, как бы, 2008 год, 8 золотых медалей, а у меня 7, как бы одной не хватило. Ну, постараемся, конечно, на следующей Олимпиаде, постараемся, ну, столько же количества медалей забрать, а если получится больше, то будет хорошо. Федерико Пелегрини, как бы, тоже шикарно плавает, Катин Кохосу, в Венгрии, в коротком бассейне, я просто тыщусь. Ну, и красиво плывет, и мощно, как бы, и сама девушка симпатичная, но постоянно смотрю. Спортивные достижения, это все-таки талант или упорный труд? Это и талант, и упорный труд. Я вот понимаю, как, ну, когда я на сборах нахожусь, начинаю понимать, каково это быть спортсменом, сборной России, допустим, среди здоровых, это надо такой труд вложить, чтобы, допустим, мне их догнать. И вот, когда я смотрю, допустим, Олимпийские игры, я прямо вот твердо уверен, что это не только талант, это все вместе надо иметь. Это и талант, и упорный труд, и желание, и режим дня, и питание, и прямо все в человека надо вложить. В каких соревнованиях будете принимать участие? Вот сейчас будете к каким готовиться? Ну, у меня вообще получается целый год до международных соревнований, через год будет чемпионат Европы в Милане. Ну, и целый год делать нечего, я попробую по здоровым, обычным ребятам сидеть. Первый старт у меня 5 октября в Хабаровске отборный чемпионат России, и если отберусь, то поеду на чемпионат России в ноябре в Казань. И, по-моему, в это же время или чуть позже, я вот по календарю не помню, будем проходить тоже чемпионат России по слуху. А вы были во многих странах, какая страна вам понравилась больше всего? Ну, когда я первый раз приехал на сбор, самый первый сбор в Италию, а нет, в Испанию, то мне почему-то там понравилось. А к чему ближе, к чему спокойнее, это Украина, Севастополь, когда еще Украиной было, как бы, то там, как бы, как говорится, где не хорошо, а дома лучше. Дома всегда хорошо. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Дальше тренироваться, развивать плавание, быть примером для детей. Съездить тот же самый большой камень, потому что я, когда, ну, в течение года приезжаю, общаюсь с тренерами, стараюсь, поддерживаю связи, и вот они плавают все упражнения, задания, которые остались еще в Советском Союзе. Это очень старая техника все это. Я приезжаю, одеваю плавки, очки и начинаю иногда вот мастер-классы показывать. Вот планы в течение года несколько раз съездить еще раз в большой камень, показать там новые упражнения, научить детей. Ну, так вот. Ну, вообще вам нравится работа с детьми? Хотели бы вы их, может быть, в дальнейшем тренировать, когда завершите спортивную карьеру? Мне нравится, показывают, как бы, когда дети, допустим, уже в возрасте, вот 11 лет, потому что дочка Елена Евгеньевна, Сашка Перепелец, мне попросила, она уехала на страну, а на русском она преподает у детей плавание. Вот у нас сценировка закончилась и ребятня запрыгивает. И она попросила у детишек провести занятия. Но это было что-то просто. Ну, видать это не мое, как бы, с детьми. У нас было всего 4 дня, в первый день самый тяжелый, в четвертый уже как-то более привык. Но я все равно понимаю, что это не то. А когда я ездил в Камень, там дети уже были вот 5 класса и выше, как бы, вот я стоял в бассейне, они стоят на бортике, все внимательно меня слушают, я показываю, что я по глазам вижу то, что они понимают, им интересно и вот это мне как-то больше притягивает. Мы очень рады, что вы пришли к нам на интервью и что бы вы пожелали ребятам, которые только начинают заниматься плаванием? Может быть, дали бы им какие-то наставления, которые в дальнейшем сделали бы их, может быть, чемпионами? Ну, есть цель, нужно добиваться, как бы, никогда не думать о том, как, допустим, соревнования проходят и стоишь уже на призовом месте, как бы, об этом никогда не задумать. Если уже подумал, то уже проиграл. Всегда нужно думать о процессе, о том, как проплывешь дистанцию, как поработаешь, как бы, ну, упорство, работать, не обижать тренера, любить его, тем более тренер, это, как бы, второй близкий человек после семьи. Стараться, стараться, и все получится. Как бы, у меня никаких секретов нет, это я просто работаю, получаю удовольствие, у меня как раз, как раз все получается. И в телефоне, чтобы записали, ты лучший, да? Я следующую заметку сделаю в течение года, я выиграю чемпионат Европы. Отлично, этого мы вам и желаем. Виталий, наше интервью подошло к концу. Желаем вам побед, успехов и спортивных достижений. Спасибо вам. Спасибо, и вам большое за интервью. Это был прямой эфир Prima Media Live. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин